Сначала я хочу представиться. Зовут меня Хухлаев Олег Евгеньевич. Я заведующий кафедрой этнопсихологии Московского городского психолого-педагогического университета. Кафедра наша открытая работает на факультете социальной психологии. Вместе со мной моя коллега Чибисова Марина Юрьевна, доцент нашей кафедры. Более подробно что-то о себе она расскажет, может быть в конце какие-то вопросы будут. Тоже о себе я больше распространяться не буду. Тема нашей сегодняшней открытой публичной лекции, которая проводится в рамках большого цикла публичных лекций МГППУ, звучит, так я даже полностью название не воспроизведу на память. Теоретические и практические вопросы межкультурной коммуникации, современные тенденции по материалам Всемирного конгресса общества межкультурного образования, обучения и исследований. Буквально два слова перед историей, чтобы перейти к делу. В рамках инновационной программы МГППУ, которая была завершена год назад, до этого продолжалось два года, был реализован как одна из ее составных частей инновационно-образовательный проект по направлению этнической психологии. Там было много чего интересного, тоже сейчас более подробно рассказывать не буду. Материал об этом можно найти на сайте МГППУ, там есть специальный раздел про инновационную программу. Можно мне написать, тебе вышли все презентации и прочее. В частности, составной частью этой программы было повышение квалификации преподавателей, была возможность посетить разнообразные мероприятия, в том числе и за рубежом. Одно из этих мероприятий, на котором я и Марина Юрьевна имели честь присутствовать, это конгресс вот того самого общества, полное название, которое я, с вашего позволения, повторять не буду. Что это такое и как, об этом более подробно немножко чуть позже. На самом деле, конгресс это скорее повод поговорить о межкультурной коммуникации, о современных тенденциях, связанных с ним. Первое, с чего я хотел начать, это то, как работают в университете Британской Колумбии, в Центре межкультурной коммуникации, как работают над помощью педагогам, которые в свою очередь работают со студентами, приехавшими из рубежа. Как многие из вас знают, в англосаксонских странах, к которым относится Канада, иностранные студенты – это значительная часть заработка университета, соответственно, для них очень важно сделать так, чтобы студентам было хорошо. А для того, чтобы студентам иностранным было хорошо, в частности, нужно обучать педагогов профессионально общаться в ситуации межкультурной коммуникации. И, собственно говоря, первый шаг, который всегда нужно сделать, и который всегда делают, в частности, в университете Британской Колумбии, это не их какой-то ноу-хау, это, скажем так, демонстрация того, как вообще оно обычно всегда делается. Это актуализация культурных различий здесь и сейчас, знакомство с тем, что они вообще, что культурные различия – это не про, ну скажем так, не только про какую-то экзотику и древние аборигенные племена, танцующие с перьями, а про нашу с вами повседневную жизнь, про разные точки зрения, носителями которых, в принципе, мы являемся всегда, даже находясь, даже варясь внутри одной культуры, и которые просто различия увеличиваются, когда мы общаемся с людьми, принадлежащими к культурам другим. И это, скажем так, повод поговорить о культурных различиях и повод начать, ну как-то начать узнавать их, начать по-другому, чем раньше, к ним относиться. Это скриншот сайта Центра межкультурной коммуникации Университета Британской Колумбии. Два слова о них. Это такое специальное подразделение, отдельное, которое занимается многими вещами, но в частности обучению педагогов, работающих в университете. И особое внимание они уделяют не лекторам. Ну, как лекторов переучить? В общем-то, практически невозможно. Особое внимание они уделяют тьютерам, то бишь людям, которые непосредственно сопровожают студентов, которые работают с ними в кампусах. То есть тьютер у нас это несколько новая такая специальность, его практически-то нигде и нету, но это скорее такой консультант, что-то типа как у нас в вузах есть такая должность куратора. Вот по сути дела тьютер – это профессиональный куратор. Мы все, кто работает вузом, знаем, как кураторство вообще обычно реализуется. Это кураторство, поставленное на профессиональную основу и в частности на технологии, связанные с межкультурной коммуникацией. Не буду долго про них распространяться. Хочу только обратить внимание на том, что в этом университете не самым грандиозным в Канаде, и уж тем более в мире, работает только в центре межкультурной коммуникации 29 сотрудников на полный штат. То есть согласитесь, это вполне себе неплохая структура, которая говорит о том, что эта тема действительно для них очень важна. Значит, на этом слайде вы видите на английском языке программу типового семинара по межкультурной коммуникации, который делают в университете Британской Колумбии. Я специально не стал переводить ее на русский язык, потому что я считаю, что это не является каким-то таким фантастическим ноу-хау, и это скорее, ну, как бы такая достаточно обычная и привычная вещь. Если там кто владеет английским, у вас будет эта вся презентация, можно будет посмотреть. Суть не столь важна в том, что здесь написано. Важно то, что в принципе мы все при, ну, скажем так, небольшом знакомстве с предметом, состоянии это делать, и в этом нет ничего сложного. Две основные части вот этого краткого такого ознакомительного, можно сказать, вводного семинара, они заключаются в следующем. Первая часть – это знакомство с культурными различиями. Ну, один из вариантов обыгрывания, да, это заполнение анкеты, потом обсуждение и, скажем так, некая когнитивная интерпретация, о которой я сейчас умолчу. Два слова про это скажу чуть позже. Вторая часть, вот в данном примере, она была связана с тем, что они демонстрировали типичные высказывания иностранных студентов, ну, например, декстик можете прочитать. Тоже я их не стал переводить, потому что у нас типичные высказывания, все-таки немножко другие. Ну, вот одно из них. Мой адвайзер, ну, скорее это консультант, говорит мне, что нужно критиковать его, сделать критический обзор его статьи собственной. Ну, как мне это сделать? Может быть, для нас это не очень проблемная область, да, но для многих студентов из исламских стран прокультурные различия, связанные с этим, будет чуть позже. Для них это действительно большая проблема. Такие типовые высказывания и педагоги учатся работать с этим, педагоги учатся понимать, какой культурный багаж стоит за этим и учатся как-то помогать этим студентам. Причем здесь не дается им никаких универсальных навыков, что вот если вот такая установка у студента, нужно ему сказать то-то и то-то, здесь важно скорее сместить немножко установки самих тьютеров, а хорошо зная этих студентов и общаясь с ними гораздо больше, чем сотрудники Центра межкультурной коммуникации. Подноготную-то они знают хорошо. При правильных установках они сами всегда найдут нужные слова. Важно только понимать, что за этим стоит и обращать на это внимание. Вот, собственно говоря, вся фишка, если так можно сказать, которая содержится в этом подходе. Все, ну, по сути дела, до банального просто. Важно что? Важно то, что деятельность поставлена на конвейер, через нее правда проходят все. И это, на мой взгляд, вот скажем так, ключевая вещь. Мы очень часто можем придумать гораздо лучше, красивее, интереснее, но у нас это всегда товароштучный. Здесь это, здесь через это проходят все. И базовыми навыками межкультурной коммуникации владеют все тьютеры. А мы с вами знаем, что достаточно действий одного неграмотного человека и при этом деятельность 50 других абсолютно грамотных и профессиональных, она будет практически нивелирована. Особенно в такой тонкой области, связанной с предубеждениями, как межкультурная коммуникация. Итак, ну вот, немножко познакомившись с тем, как это делалось, ну, в данном случае не в Одессе, а в Британской Колумбии, мы с вами можем двигаться дальше и поговорить о том вообще, как все это, то бишь межкультурная коммуникация, делается в мире. Я подготовил для вас такой небольшой обзор, что из себя представляет вообще деятельность в области межкультурной коммуникации или по-другому, можно сказать, сообщество специалистов в области межкультурной коммуникации. Вот, к сожалению, очень так долго это говорить по-русски. Есть такое жаргонное русское слово межкультурщик, таким словом часто мы пользуемся. Есть французская калька интеркультуралист. Все это звучит немножко не по-русски, но вот, к сожалению, селяви такова жизнь. Значит, кто это такие? Это профессионалы, преимущественно из следующих областей, естественно, гуманитарных. Ну, если не считать, вот менеджмент, да, это на стыке экономики и таких более-менее точных наук, и часто люди, занимающиеся менеджментом, это люди с не с гуманитарным бэкграундом. Кстати, один из, как бы основателей одной из крупнейших теорий межкультурных развитий, человек с бэкграундом не гуманитарным. Ну, вот приблизительно такая схема. Чем они занимаются? Все это можно структурировать в четыре таких базовых направления. Это межкультурная коммуникация в бизнесе, причем если в отечественной, в нашей стране это направление практически не представлено, то на Западе это направление главенствует. Ну, извините, понятно почему, потому что здесь самые большие деньги. Это тренинг, это консалтинг, коучинг, классическая деятельность гуманитариев в области бизнеса. Если мы не можем заработать деньги, мы посоветуем тем, кто зарабатывает, как их заработать побольше. Да, я немного допомню. Олег Кинчер, что очень интересно, мы вам рассказывали на конгрессе данные о том, что большой расцвет этого направления связан с экономикой, со статистикой. Проводились исследования, которые показывали, каков объем экономических затрат и потерь у различных компаний связанных с недостаточной решенностью межкультурных проблем. Самой типичной такой проблемой является недостаточная подготовка специалистов, которые переезжают по работе в другую страну на длительный промежуток времени. И вынуждены, в силу того, что не могут адаптироваться, достаточно быстро вернуться. И вот объем потерь неоправданных, которые несут компании, просто астрономический. И в этом плане расцвет подобной области обусловлен во многом именно экономическими соображениями. То есть экономические показатели, экономическая статистика показывает, что выгоднее вложиться в межкультурную подготовку специалиста, нежели затем нести какие-то расходы в связи с тем, что специалист не может адаптироваться, или в связи с тем, что какие-то межкультурные слияния, когда компания, принадлежащая к различным культурам, происходит их слияние, и этот конгломерат не может работать успешно. Спасибо, Марина Георгиевна. Продолжаем разговор. И также я хотел бы обратить внимание на то, что в области бизнеса есть много людей, которые завязаны в первую очередь на преподавании в бизнес-школах. Бизнес-школ на Западе очень много, у нас их тоже много, но я знаю всего лишь одну бизнес-школу в России, где направление кросс-культурный менеджмент считается действительно признанным специалистом и в мире в области кросс-культурного менеджмента. Второе направление – это межкультурная коммуникация в образовании, но это нам более очевидно и ближе. Опять же пункт нам менее близок, для того, что в области обучения иностранным музыкам очень активно используются технологии межкультурной коммуникации. У нас это тоже внедряется, но это скорее вредляется на уровне технологии перевода, чем на уровне коммуникации как понимания. в сопровождении и в языковое образование платное, то есть не в ВУЗе, а в языковой школах практически нету, а на Западе практически всегда везде есть обязательный блок. Это сопровождение иностранных студентов и работа с педагогами, вот о чем мы сегодня уже с самого начала говорили. Это образовательные программы для школьников и студентов. Вот это как раз то, чего у нас больше всего, то направление, по которому мы, ну скажем так, не совсем отстающие, я могу так сказать. На Западе этого все равно на порядок больше, но здесь у нас тоже много чего, эта деятельность ведется 0-10 как минимум. Здесь у нас есть свой серьезный задел, много очень интересных ноу-хау. Третье направление – это межкультурные коммуникации и наука. Это исследователи, преимущественно психологи, филологи и специалисты в области менеджмента. Психологи и филологи в России здесь работают и работают, ну если немного, то я скажу все-таки, что качественно. В области менеджмента исследований здесь у нас практически нету, кроме Наумова, который что-то сделал, а потом практически исчез. Их можно перечитать по пальцам. И межкультурные коммуникации в социальных проектах. Этого у нас, к сожалению, тоже мало, просто потому что в социальных проектах у нас, особенно связанных с негосударственной сферой, по всем известным вам причинам крайне мало. Двигаемся дальше. Что из себя представляет? Значит, у каждого сообщества вообще в принципе в мире есть свои сервисные службы, то есть те структуры, которые обслуживают их деятельность, которые поддерживают, их помогают. В первую очередь это издательство. И есть специализированное издательство, которое так и называется, Intercultural Press. Сайт его называется именно так же. Много очень интересного можно на нем узнать. Каждый год выпускается большое количество литературы, как в принципе по межкультурной коммуникации, причем как по теории, так и практике, так и по специфике конкретных стран или регионов. Так, одна из недавних книжек этого издательства называется From Yet to Da. Understanding Russians. Другая книжечка называется From Da to Yes. Это про Восточную Европу в принципе. Что нами интересуется, это приятно. Не только про Китай, выпускают отдельные книги. Это, вот Марина Юрьевна говорила о том, что интерес к межкультурной коммуникации в первую очередь был связан с экспатами, то есть с теми людьми, которые выезжают работать за рубеж. И есть очень большое количество ресурсов для экспатов. Вот примеры их приведены здесь. Их могут использовать как сами экспаты, так и люди, работающие с экспатами, помогающие им. Это готовая образовательная технология. Как вы знаете, на Западе, если есть какой-то запрос, на него обязательно найдется кто что-нибудь сделает. Есть готовые вещи, которые тренеры могут не выдумывать, а просто брать и проводить. Два примера здесь приведены. Есть такая компания Intercultural Resource Corporation, которая разнообразные вещи делает. В частности, комната кросс-культурной конференции. Это специальное видео, текстовые программы. Он просто может брать и работать с ней. Или, например, специальные игры DiverSophy, которые предназначены для знакомства в первую очередь с разными национально-культурными регионами. Там их порядка 50 или 60, в том числе и России. По инновационной программе МГППУ 6 из подобных игр закупил. В частности, Doing Business from Chinese. With Chinese, с китайцами, с американцами. Еще сейчас точно не помню с кем-то. Мы, к сожалению, жалеем, что мы не закупили с русскими. Думаю о том, что да, конечно, мы про себя все знаем, но нам было очень интересно, как… Потом мы поняли, нам было бы очень интересно, как это сделали они. Но, к сожалению, поезд ушел, деньги кончились. Конечно, это вещи дорогостоящие. Ну, дорогостоящие, как бы, смотря с чем сравнивать. Если сравнивать со стоимостью нормального бизнес-тренинга, это вполне себе посредство. И интернет-сообщество. Вот одно из них – это Delta Intercultural Academy, где можно найти всевозможную информацию вплоть до работы. Например, там, в частности, да, ищут типовое объявление, ищут тренера, находящегося там в Сингапуре. Иногда и в России проскакивает, да, единственное, только английский нужно хорошо знать. Вот беда. Можно я? Да, конечно. Допомню, я бы хотела дополнить, что говорит Олег Евгеньевич, двумя моментами. Первый момент, и это очень интересно, что практически всегда все вот интернет-сообщества, они все специализируются. Никто никогда не является специалистом универсальным по всем регионам. Как правило, любой специалист имеет очень чуткую региональную специфику. То есть люди, например, говорят, я провожу тренинги по взаимодействию, там, допустим, с русскими, поляками и, допустим, там, венграми. Или, например, человек говорит, я провожу тренинги по взаимодействию с китайцами. То есть здесь, как правило, либо человек является выходцем из этой страны, то есть, например, как правило, Люди, ведущие тренинги по взаимодействию с китайцами, это сами китайцы, переехавшие в первом поколении, либо во втором, переехавшие какое-то время назад в другую страну. Люди, долго прожившие. Второй момент, это люди, которые долго прожили в той или иной стране. То есть, как правило, не бывает такого, что человек говорит, почему бы мне не провести тренинг по взаимодействию с арабами. Да, вот я съездил в отпуск, вымирается с арабами, после этого я провожу тренинг по взаимодействию с арабами. Такого не бывает. Более того, большинство компаний, приглашающихся, приглашающихся специалистов, как правило, в качестве одного требования заявляет опыт длительного проживания в другой стране. То есть требует обязательно, чтобы такой опыт в качестве персонально значимого качества присутствовал. Вот, например, наша коллега, любимая Кристина Риоткерс, которую кто-то здесь уже видел, может быть, она сама немка, и она ведет, например, тренинги по подготовке к взаимодействию с русскими для западной европейцы. В основном для немцев и для французов. И она, во-первых, говорит по-русски, она длительное время жила в России, она регулярно в Россию приезжает, и постоянно в курсе всего, что здесь происходит. Это дает ей право проводить вот такие мероприятия. То есть все, как правило, имеют региональную специфику, никто не ведет тренинги подряд. И вот еще такой момент, вот только сейчас я об этом подумала, что вот у нас, например, обычно специалисты в области межкультурной коммуникации очень тесно группируются со специалистами в области толерантности, профилактики, ксенотопии и так далее. Вот во всем мире этого совершенно точно нет. Это два абсолютно разных сообщества. То есть все вот эти люди, которые занимаются межкультурной коммуникацией, которые собираются вот на конгресс, о котором мы рассказываем, все они, как правило, не занимаются никакими проблемами, связанными с толерантностью, с профилактикой ксенофобией и так далее. Эти две тематические области абсолютно никак не связаны. Это два достаточно независимых сообщества, не пересекающихся профессионально. Мне кажется, это очень интересно, потому что у нас, как правило, эти люди достаточно тесно соприкасывают темы, которые очень тесно соприкасаются друг с другом. Там это очень независимые такие люди. У нас всегда своя специфика. Нет, ну вот я только сейчас об этом подумала. Я хотел бы здесь еще добавить, все-таки я бы не стал вот так вот прям жестко говорить про региональную специфику, потому что есть еще люди, которые специализируются, ну скажем так, на каких-то определенных фишках. Я имею в виду какие-то определенные технологии. Ну, например, методика какая-нибудь, да, либо какой-нибудь специфический подход к тренингу. Причем этот подход тогда обязательно должен быть универсалистским, то есть готовящим людей не к взаимодействию конкретно с кем-то, да, а к связанной с какими-то универсальными навыками межкультурной коммуникации. Такие люди тоже есть, да, и это как бы отдельная... Ну да, в частности, вот на норвежке наш товарищ, да, вот. И вот у меня все-таки есть такое ощущение, что тенденция движется вот к этому. Ну, здесь вот посмотрим все, как оно будет. Итак, значит, продолжая тему, значит, вот понятно, что все вот такое вот сообщество достаточно большое по количеству и по профессиональным задачам, стоящим перед ним. Оно не может не быть организовано во что-то. И главная организационная структура, объединяющая это сообщество, это СИЭТАРХ, Общество межкультурного образования, обучения и исследования. Это самая крупная в мире организация междисциплинарной направленности, предназначенная для межкультурщиков. Есть еще ассоциации с похожими названиями, ну, например, ассоциация межкультурного образования. Но здесь как раз вот люди, которые в первую очередь и в большей степени связаны с педагогикой, с тем, что называется поликультурное образование. И это во многом разные области, это разные тусовки, они далеко не всегда даже как-то серьезным образом пересекаются. У нас, наша специфика, что у нас в принципе людей, занимающихся вообще чем-то, имеющим отношением к этому много, поэтому каждый, он, кто-то у нас и жрец, и надудей, и грец, он и в бизнесе, он и про толерантность, он и про гуликультурное образование одновременно будет, потому что к нему все обращаются, потому что если что-то про межкультур он когда-либо делал, значит сможет сделать в принципе все, потому что больше некому. Здесь же есть достаточно жесткая специализация. Общество это было организовано в 1974 году в Соединенных Штатах Америки, как многое из того, что связано с межкультурной коммуникацией, на базе специалистов, работающих в корпусе мира. Это люди как раз, которые первые стали заниматься помощью экспатам. Корпус мира это такая громадная организация, американская, посылающая людей на волонтерскую работу за рубеж. И большое количество людей в те времена, в 60-е еще годы, которые ехали, ну например, заниматься профилактикой туберкулеза среди жителей Танзании, или распространять какие-нибудь полезные сведения о заниматься там повышением грамотности среди жителей Индокитая. Многие из этих людей очень быстро начинали проситься обратно, потому что им там было плохо. Корпус мира, несмотря на то, что благотворительная организация, очень богатая, как многие благотворительные американские организации, она была не настолько богатая, чтобы заниматься тем, что катать волонтеров зад-вперед через весь мир. Полеты тогда подороже были, да я думаю, что и сейчас из Штатов в Танзанию бесплатно не улетишь. И они, как все американцы, достаточно практично решили посмотреть, а не взяли как-то вообще с этим вопросом что-то сделать. То бишь хотя бы по минимуму сделать так, чтобы люди, ну если возвращались, то не все и не в таком количестве и не так быстро. Эта задача правда была решена, и так появились первые специалисты в области межкультурной коммуникации. Потом этим заинтересовался бизнес. Он очень быстро увидел возможную практическую применимость всего этого дела. И появилось сообщество в области межкультурной коммуникации. Подробно цели, задачи можно посмотреть на сайте Сеетар. Здесь приведена ссылочка на него. В двух словах о структуре. Это зонтичная организация. Это значит, что есть региональное отделение Сеетар. Например, Сеетар в Соединенные Штаты, Сеетар Европа, Нидерланды, Ближний Восток. Причем совершенно разного уровня. Видите, есть Европа, есть Нидерланды. Вот они захотели как-то отдельно сделать себе свой Сеетар? Пожалуйста, сделали. Здесь нет какой-то четкой, однозначной, иерархической региональной структуры. А Сеетар Глобал – это такая зонтичная организация, которая их объединяет, но не управляет им. Человек, вступая, он состоит членом региональной организации, а не вот этой вот Сеетар Глобал. Сеетар Глобал всего лишь координирует. Ну, так называемая umbrella organization, зонтичная. Значит, в процессе создания сейчас отделения в Болгарии, Италии и Польше, а в следующих странах, вот они здесь перечислены, среди них Армения, существуют инициативные группы общества. Может быть, там когда-нибудь будет Сеетар. Вполне возможно, что если кто-то из здесь присутствующих приложит к этому вместе с нами усилия, Сеетар появится и в России. По крайней мере, мы бы это очень хотели, но, к сожалению, пока, ну скажем так, нет инициативной группы, прямо так скажем. Значит, одна из главных задач вот этой зонтичной организации это регулярное проведение конгрессов. На одном из них в 2008 году мы были. Тема была его такая очень широкая. Это как глобализация влияет на культуру и как культура формирует глобализацию. Но это была скорее такая затравочная тема. Понятно, что по содержанию там было про все и про бизнес, и про образование, про все те области, о которых я уже говорил, когда рассказывал о профессиональном поле межкультурщиков. Более подробно, что там было, можно будет, вот когда завершится наша сегодняшняя лекция, у нас здесь лежат два списка мастер-классов, их можно будет перелистать и познакомиться. Кроме того, на сайте, там же, где будет выложена эта презентация, я туда выложу сборничек статей, выпущенных после конгресса. Можно будет тоже посмотреть, как немножко вкратце о том, что там было. Ну, понятно, что все на английском языке, к сожалению. Значит, мы там делали, хочу похвастаться, постерный доклад на тему «Модель обучения кросс-культурных психологов России на примере МГППУ». То есть рассказывали, как это делается, как это делалось и делается у нас. Я не буду распространяться про это, это все-таки несколько отдельная тема. Сейчас мы с вами двигаемся дальше. Значит, вот смотрите, немножко представив себе сначала, это было первый наш шаг. Что конкретно делают специалисты в области межкультурной коммуникации, пощупав это даже отчасти на себе, познакомившись с тем, что в целом из себя представляет сообщество специалистов в области межкультурной коммуникации, можно уже переходить, потому что заявлено в нашей сегодняшней программе, к основным тенденциям современным в области межкультурной коммуникации. Но, опять же, я прошу прощения за то, что немножко придется мне сдержать немножко ваше любопытство. Современные тренды, это всегда, конечно, очень интересно. Я хотел бы сделать небольшой шаг назад, потому что говоря про современность, про некоторые новшества, нужно всегда понять, по сравнению с чем это новшество. Очень часто новшество, на самом деле, никаким множеством не является. Для того, чтобы показать, что это все-таки правда, действительно, некоторые новые подходы, которые между тем лежат, на мой взгляд, в общем магистральном русле развития гуманитарных наук и социальной психологии в том числе. Я хотел бы два слова сказать о традиционном подходе, о том, что традиционно использовалось в области межкультурной коммуникации, начиная с работы консультантов в корпусе мира, окончая значительным количеством, если не большинством современных бизнес-тренингов. Одна из базовых традиционных тенденций, ее можно так обозвать, она прям совсем легитимного названия не имеет, это скорее неформальное такое название, но вот можно так сказать, что это подход с точки зрения измерения культуры, или, как на таком своем сленге говорили на конгрессе специалисты-межкультурщики, Dimensions Model. Это приблизительно то же самое, что в психологии Зигмунд Фрейд. На этом все основывается, но только ленивый, не считая своим долгом пнуть и сказать, что это все устарело. Хотя на самом деле на этом все равно основываются все. Это я, может, немножко забегаю вперед, но вот это мое глубокое убеждение. Хотя в некотором роде, если ты современный ученый и находишься на фронтире, на передовом крае, считается уже неприличным следовать подходу, связанному с измерениями культуры. В чем суть этого подхода? Она как бы очень проста. И в этом, на мой взгляд, главная и основная его польза, практическая польза. Это представление о том, что различия между разными культурами можно описать с помощью разнообразных категорий, которые по-другому называются измерениями культуры. Вот если представить культуру в виде пирога, то измерение можно сравнить с направлением, по которому рачительная хозяйка длинным ножом разрезает этот пирог. Действительно, если это такой культуры, это фантастически сложный пирог, там гигантское количество всего-всего-всего, не к вечеру будет сказано про пирог. Ну, действительно, много всего интересного. Но разрезать мы можем за один раз только по одному направлению. Вот один этот срез — это одно из измерений. С 60-х годов разработано очень много разнообразных подкодов к измерениям. Одно из самых… Я не буду, конечно, все называть, перечислять, это тема для отдельного разговора. Один из самых известных, который использует, кстати, значительное количество и компаний, которые работают в области бизнес-тренингов, связанных с межкультурной коммуникацией, это подход, разработанный голландским ученым Гиртом Ховстеда, который выделил четыре базовых измерения культуры. И я еще почему про них говорю здесь, не для того, чтобы рассказать, в первую очередь, про них, для того, чтобы свести это к тем материалам, которые заполняли вы. Дело в том, что вот эти вот девять пар утверждений, они связаны с… Каждый из них связан с тем или иным измерением культуры. Я сейчас не буду подробно на этом останавливаться. Я всего лишь дам ключ, но в реальном тренинге это, конечно, всегда обсуждается. Участники группы могут обобщать, могут работать с этим, но это как раз способ вывода на базовые обобщающие категории от практики, от конкретных установок точек зрения к теории. Ну, я выдам ключ. Значит, первые два утверждения обращаются как с равным и о том, что можно говорить только когда его спросят. Это пара утверждений, связанных с дистанцией власти. Я думаю, что тут достаточно очевидно, даже по названию, даже если вы не знакомы. Левый край – это низкая дистанция власти, правый край – это высокая дистанция власти. Следующие два. Цель школьного обучения – как делать, как учиться и про гармонию, либо говорить, как думаешь, это коллективизм, индивидуализм. Как делать гармонию – это коллективизм, левый краешек. Другая сторона – это индивидуализм. Следующие два. Это маскулинность, феминность. Неуспех в учёбе – печальный случай. И добрый учитель – это фемининность, естественно. Противоположный край – это маскулинность. И последние три – это категория, названная Хобстедой, избегание неопределённости. Левый край – низкое избегание, правый край – высокое. Тут тоже достаточно очевидно. Учитель может сказать, я не знаю – это низкое избегание неопределённости. А учителю обязательно нужно иметь ответы на все вопросы – это, очевидно, высокое избегание неопределённости. Не дай боже, учитель чего-то не знает. Это же кошмар. Итак, это классический подход с точки зрения измерения культуры. И, собственно говоря, главный результат его использования на самом деле не в том, что люди по этим категориям могут предсказать представление, предсказать точку зрения человека, приехавшего из другой культуры. Мы предсказать никогда не можем. Более того, даже сам Хобстеда говорит о том, что это не данные по индивидууму, это данные по культуре в целом. Какую разделять точку зрения будет конкретный человек, студент, который к тебе приехал, это ему предсказать, наверное, к счастью. Ни за что никогда в жизни не сможем. Но мы, если мы берём большую группу студентов, например, в целом, мы здесь уже с точки зрения статистики можем предположить, что, скорее всего, среди этой группы в целом будет в большей степени распространена эта точка зрения. А среди студентов, например, приехавших из этой культуры, скорее всего, будет распространена противоположная точка зрения. И если эта точка зрения конфронтирует с той точкой зрения, которая распространена в нашей культуре, среди педагогов, это повод задуматься и как-то подкорректировать, попробовать наладить мосты. Это один вариант использования. А другой вариант, без всякого предсказания и предотвращения в принципе, понимание, само понимание того, что культуры разные и что есть совершенно другая точка зрения, и она при этом имеет право быть и как бы научно доказана, и это не выдумка кого-то, она приводит к возможности безоценочной интерпретации культурных различий, что является на самом деле базовым залогом для нормальной коммуникации. Без неё адекватная коммуникация практически невозможна, с ней адекватная коммуникация практически обеспечена. Ну, понятно, что если все остальные профессиональные составляющие на месте. Итак, вот это классический Dimensions Model. Что же нам предлагают современность? Начало цитата. Значит, это один из специалистов в области управления разнообразием в бизнесе на мастер-классе, на конгрессе которого я присутствовал. Тут цитата из его доклада. «Может быть разумно двигаться за пределы таких категорий, как раса, гендер и другие, к индивидуальному, невидимому, когнитивному разнообразию». В чём здесь главная идея? Главная идея в том, и главная критика классических Dimensions подходов в том, что они стереотипизируют культурные различия, в том, что в жизни всё на самом деле гораздо сложнее, в том, что это определённые социальные стигмы. Да, они существенно более позитивны, чем такие обыденные социальные стигмы. Там, ага, тупые, не буду говорить кто, ленивые, не буду говорить кто. Конечно, индивидуалистичные, коллективистичные вроде бы лучше, и это правда лучше. Но всё равно это стигма, всё равно это определённая стереотипизация, всё равно это не отражает реального положения дел, мир гораздо сложнее. Это, собственно говоря, такая общая тенденция гуманитарных наук думать о том, как оно всё возникает, думать о том, что человеческое взаимодействие не задано априори чем-то изначально, о том, что оно возникает и конструируется в процессе нашего с вами взаимодействия. Это подход в самом широком плане можно назвать конструктивистским подходом. Он активно цветёт и развивается во всех гуманитарных науках. Ну, соответственно, в том числе он проявляет себя и в области межкультурной коммуникации. Соответственно, получается, один из важнейших трендов, тенденции межкультурной коммуникации современной, это перенос фокуса внимания с различий на отношение к этим различиям. И это, казалось бы, нюансировка на самом деле принципиально важная. Мы не говорим о том, что это индивидуалисты, то есть мы, конечно, можем говорить, но это не важно. Важны не сами различия, не измерения культуры, а важно наше отношение к тем различиям, которые здесь и сейчас мы видим в коммуникации. И отсюда возникает установка на то, что эти различия, ну, как бы не заданы сверху, не то, что там в Китае, если родились люди, и в России они коллективисты, а в Америке, значит, они обязательно индивидуалисты. А не важно, это индивидуализм, коллективизм в конечном счете, а важно те различия, которые проявляются в процессе коммуникации и как мы к ним относимся. То есть более такой, можно сказать, индивидуалистичный, ситуативный и конструктивистский подход. Как это все проявляется в конкретике? Несмотря, вроде бы, на такую сугубую теоретичность и, как сказать, далекость от конкретной практики, так как все это завязано на бизнес, это проявляется в таких, ну, достаточно конкретных вещах. И я вам предлагаю пример, как пример, модель третьей культуры, которую предлагает использовать вот тот самый Азума Матоба, директор Центра управления культурным разнообразием в университете Виттона в Германии. Он ее предлагает использовать для развития межкультурной компетентности в организациях. В чем здесь идея? Идея в том, что в организации, в которой работают сотрудники с разным культурным бэкграундом, нет задачи знакомить их с культурными различиями как таковыми, чтобы они бегали и смотрели, ага, вот это индивидуалисты, а вот это коллективисты. Я сейчас, конечно, немножко утрирую, чтобы показать гиперболизированную противоположную сторону, от чего этот подход отстраивается. А есть задача построения из того бэкграунда, с которым они приехали, а бог знает, с каким они приехали. Он, может, приехал из России, а индивидуалист просто стопроцентный, американцы все ему в подметки, может быть, не годятся. С тем бэкграундом культурным, с тем культурным багажом, который человек привносит, дать ему возможность, во-первых, весь этот багаж принести здесь, сюда, в свою профессиональную деятельность. И когда сотрудники организации принесут весь свой культурный багаж, на основании него построить нечто новое, то, что называется третья культура. Третья, ну, по отношению, если взять как модель, что это два сотрудника, два человека встречаются вместе, понятно, что она будет, если это 20, это будет 21 культура, если это 20 человек из разных культур. Третья в том плане, что это будет нечто другое, нежели те культуры, из которых люди приехали. Четыре базовых принципа, я про них очень быстро проговорю, просто чтобы какое-то общее представление осталось, кому интересно, может быть более подробно познакомиться и в презентации в том числе. Положения, в общем-то, такие достаточно очевидные. Видите, я хотел бы единственное, что обратить внимание, что акцент здесь не на различиях, и даже слово используется в другой, а на разнообразии. И это вроде бы лингвистическая вещь, но отражающая как раз принципиальную позицию. Важно, правильная организация разнообразия, ну, грубо говоря, что всем было хорошо. Как же это технически, ну, скажем так, не совсем на практике, а в той теории, которая уже может и с точки зрения, по крайней мере, немцев, преломляться на практику. Значит, первый принцип единственного многообразия. Он выделяет шесть подходов, как организации управляют единственным многообразием. от полной фрагментации, каждый сам по себе, каждый практически вступает в минимальное взаимодействие со всеми другими, до полного единообразия. Шесть моделей, которые можно диагностировать, можно консалтинг, можно тренинги на основании этих моделей строить. И как раз разнообразие возникает тогда, когда используются модели, находящиеся посередине, в которых фрагментация и единообразие более-менее уравновешены. Но опять же они выбираются в зависимости от специфика организации. Сейчас я не буду эти методы рассматривать. Если интересно, можно будет знакомиться здесь в презентации. Тут важна суть. Это иллюстрация. Второй принцип. Принцип интеграции. Здесь базовая установка, которая опять же тоже, если эта модель внедряется в организацию, должна быть доведена до всех сотрудников в процессе тренингов, должна быть использована в процессе консалтинга организации, должна быть использована в процессе формулирования миссии, формирования корпоративной культуры организации, что не просто мы используем интеграцию, а мы используем то, что вот здесь называется билатеральная или двусторонняя интеграция, когда транслируются нормы двух сторон, когда нет той стороны, которая больше, которая поглощает другую сторону. То есть интеграция не как приспособление, а интеграция не как приспособление одной стороны к другой, ну и поглощение в результате, а как двустороннее приспособление, причем желательно более-менее равномерное. Когнитивное разнообразие. Это очень важный принцип. Вот вводится он автором данной концепции для того, чтобы отразить нападки, связанные вот с какой вещью, которые действительно достаточно серьезно звучат и в бизнес-литературе в том числе. Эти нападки заключаются в том, что вот какой идея. Если мы будем акцентировать внимание на разнообразии сотрудников организации, то как бы, ребята, а где тогда лояльность вообще, да? Где тогда вообще идентичность? Более того, увидев в том, что они все очень разные, тут могут возникнуть и конфликты, то есть это опять же провокация конфликтности, лучше нам не надо. Это, кстати, один из базовых аргументов против внедрения подобных вещей в российском бизнесе, причем железные 100%. Пробить его невозможно в принципе. Знаете, такое выражение, не буди тихо, не буди лихо, пока оно тихо. Вот как бы главное, и в этом есть определенная доля правды, потому что иногда правда, очень многие и специалисты тоже приходят и начинают, правда, это лихо будить, что с точки зрения данной концепции совершенно не нужно. И четвертый пункт, коммуникативное разнообразие, он продолжает предыдущую тему. Это идея создания разнообразия посредством временной приостановки различий идентификаций и создание единственное на основании осознания когнитивных различий. И идентификации следует уже за ним. Если мы осознаем когнитивные различия, но при этом находим применение этим различиям внутри одной организации, например, школы, любой другой структуры, наведя мостики друг между другом на когнитивном уровне, автоматически, когда актуализируются идентичности, они уже актуализируются не на конфликтной почве, а на почве здоровой и позитивной коммуникации. Соответственно, три главных компетенции, которыми должен овладеть сотрудник, организация, которая реализует такую систему, это умение осознавать социальную сконструированность культурных различий. Это очень важная компетенция, над которой мы работаем, например, на нашей кафедре, с нашими студентами, и которая, как показывает практика, на самом деле является одной из наиболее сложных с точки зрения кросс-культурного тренинга. Гораздо проще научить тому, что культуры разные, научить моделям, в частности, хоффстедовским, чем действительно научить людей осознавать сконструированность культурных различий в процессе коммуникации, уметь предотвращать их влияние. Распознавать и оценивать когнитивные различия, которые скрываются за различиями идентичности. И это тоже очень важная вещь. Это как раз позволяет уходить от конфликта в идентичности, потому что если мы останавливаемся только на уровне идентичности, мы, они, то в конечном итоге конфликт, ну скажем так, практически неизбежен. Будет он либо скрытый, если мы не будем иметь возможности и желания его проявлять, либо он вполне возможно перельется в открытую фазу. Но если мы будем за идентичностями двигаться к когнитивным различиям, это как раз пространство для контакта, для взаимодействия. И третья компетенция — это находить и создавать функциональное взаимодействие между когнитивными различиями, которые, прошу прощения за умную фразу, это дословная цитата к вопросу о культурных различиях все-таки из немецкой модели. Модель в данном случае не американская. Способствует стабильности саморегулирующейся интегративной системы. Я не буду расшифровывать, оно уже более-менее ассоциативно понятно здесь про что. Можно, наверное, про это сказать попроще, но в данном случае это цитата. Вот, собственно говоря, в чем заключается один из примеров современного подхода. В двух словах ключевую идею вот этого современного подхода можно назвать словом diversity, то есть разнообразие. Важны не различия, а важно разнообразие. Вот это пример того, как это проявляется в рекламе, в которой весь аэропорт Хитроу завешен. Следующий пример, на котором я не буду сейчас практически останавливаться, если кому-то интересно, может посмотреть на презентацию. Это пример, связанный с моделью культурного шока. Это рассказ о том, как эта модель излагается в традиционной схеме. И на следующем слайде показано то, как предлагается эту же модель демонстрировать в современной схеме. В общем-то ничего принципиально нового здесь не будет, поэтому я взял на себя смелость опустить это. Я думаю, что тенденция уже более-менее действительно наглядно видна. Значит, на этом я, с вашего позволения, с вами прощаюсь. Единственное, что я хотел обратить внимание, значит, вот здесь вот лежат два сборничка по Сиитару. Здесь же, я забыл об этом упомянуть, прошу прощения вовремя, лежит одна из книжечек. Это пример того, что делаю в издательстве Intercultural Press. И как бы до какой степени конкретности и локальной узости они дошли. Это такой гид для людей, работающих в health profession, в области здоровья, но не врачей. Вот Марина Юрьевна про это чуть более подробно расскажет. Вот конкретный такой гид, который человек, проводящий с ними занятия, может просто брать и использовать. Это назначение для узкой профессиональной области. Можете посмотреть. И последний момент, вот только сегодня нам принесли. Второй, это уже имеет отношение не к достижениям международным, а к нашим российским. Это второй сборник в области этнопсихологии, вопрос о теории и практике, выпущенный в МГППУ. К сожалению, это только пилотный экземпляр, поэтому дать пока, к сожалению, никому не могу. Потом он будет свободно распространяться, печатанному в электронном виде. Но, по крайней мере, посмотреть его тоже можно будет. На этом я с вами прощаюсь. Еще раз прошу прощения, что я вам нужно идти. И передаю слово Марине Юрьевне.